Доброе утро, дамы и господа! В эфире очередная программа «Контакт с Александром Грантом». Сегодня 17 марта 2015 года, и я, конечно, первым делом поздравляю наших телезрителей ирландцев с замечательным праздником, Днем Святого Патрика. Приношу извинения за то, что я не в зеленом галстуке, как сегодня приличествует каждому публичному лицу, но в свое извинение оговорюсь, что мы гранты все-таки шотландцы, а не ирландцы. Нам простительно. Ну а сейчас перейдем к сегодняшнему «Контакту» и скажу вам, не чинясь, что, наверное, в первый раз за мою практику передач на нашем телевидении мой сегодняшний собеседник находится относительно недалеко от студии, но прибыть не может в силу определенных обстоятельств, которые сводятся к тому, что на ноге у него электронный браслет, и в своей манхэттенской квартире он пребывает под домашним арестом. Но и об этом чуть позже. А начну я, как всегда, очень издалека. Замечательный русский поэт Алексей Константинович Толстой, который писал в позапрошлом веке, создал чудесную эпопею, которую назвал «История государства российского от гостомысла до наших дней». В нем он перечисляет всех царствующих особ до дома, от Рюриковичей до Романовых и так далее, и так далее. И когда он касается Екатерины Второй, она же великая, то Толстой написал «Мадам, при вас на диво порядок зацветет». Писали ей учтиво Вольтер и Дидерот. Лишь надобно народу, которому вы мать, скорее дать свободу, скорее свободу дать, и так далее. Ну, Дидерот это Дидро, как вы уже поняли. А вот что касается Вольтера, то отсюда я и поведу начало нашей сегодняшней передачи. Все дело в том, что герой нашей сегодняшней передачи 64-летний российский арт-дилер Александр Яковлевич Хачинский. Его жене в Москве принадлежит прекрасная совершенно арт-галерея «Богема», которая находится на углу Нового Арбата и Смоленской набережной. И за этой галереей, как писала в свое время «Нью-Йорк Теймс», слывет репутация места, где очень богатый человек может купить очень богатую вещь для подарка очень влиятельному лицу. Ну, это достаточно красноречивая репутация. Так вот, в 2006 году Александр Хачинский, который значится арт-консультантом галереи своей жены Татьяны, приобрел в Лондоне на аукционе Сотби 28 писем Вольтера Екатерине II, при уже означенном предисловии по поводу поэмы Котт-Толстого. Так вот, эти письма, а как потом стало известно, вернее, как подарок ему заказал один анонимный московский олигарх или мультимиллионер, или миллиардер, я уж не знаю, в качестве грядущего подарка Владимиру Владимировичу Путину. Согласитесь, что подарить президенту России 28 писем Вольтера Екатерине II, это поистине царский подарок. Но эта передача подарка не состоялась, потому что Александр Хачинский дорожил этим приобретением, опасался за его безопасность в сейфах своей галереи, и на всякий случай передал эти письма на хранение первому каналу российского телевидения, а точнее его владельцу, наверняка вам известному, господину Константину Эрнсту, поскольку в Останкине и охрана понадежней, и сейфы, так сказать, покрепче, да и Константин Эрнст фигура по неприкосновении. Все кончилось с тем, что эти письма пропали. Нет, как нет. Хачинский заявил в милицию, как положено, по факту пропажи, обвинил в этом Эрнста. Эрнст ответил это контробвинением в том, что Хачинский пытается его шантажировать, но поскольку у Эрнста все-таки рука помохнатия и помогущественнее, чем защитники или покровители Хачинского, а таковые были и у него, как тогда писали. В общем, он остался в этом виноват, и его практически выпихнули из России, куда он с тех пор не ногой. И он постоянно живет в Нью-Йорке, где до этого он приобрел квартиру Financial District в Южном Манхэттене. И вот в этой квартире он в настоящее время пребывает под домашним арестом с 9 марта. Что же произошло? Произошло нечто, на мой взгляд, совершенно удивительное. А на взгляд Александра Хачинского еще целого ряда людей, к тому же и возмутительное. Итак, утром 26 февраля к нему в квартиру пришли агенты Федерального бюро расследования и арестовали Александра Яковлевича по ордеру, выданному польской прокуратурой или польским судом для экстрадиции его туда, где его обвиняют, о чем вы узнаете несколько позже. Сразу предупрежу вас, что наш сегодняшний собеседник Александр Яковлевич Хачинский связан с нами по телефону, находится в своей квартире с электронным сторожем на ноге. И чуть позже я попрошу его подробнее прокомментировать обстоятельства его ареста и что стоит за этим арестом. А пока оставляю за ним право слушать мое введение и при возможности, если я уж ляпну что-то несуразное, вмешаться и поправить меня. Итак, я сразу встану не на сторону, а займу позицию Американской Федеральной прокуратуры Южного округа. Почему, собственно, было принято решение его за это арестовать? Добиваться экстрадиции можно и менее активными методами, чем содержание под стражей, а потом освобождение под домашний арест под залог 2 миллиона долларов. Итак, 26 февраля Хачинского арестовали, а 25 февраля помощник федерального прокурора Южного округа Кэтрин Райли явилась в Манхэттенский федеральный суд и представила судье-магистрату Кевину Фоксу вот это обвинение, с содержанием которого вы сейчас частично ознакомитесь. Значит, что написала госпожа Райли? Дело об экстрадиции. Итак, Хачинский обвинен в приобретении или в помощи продать, или в помощи скрыть предмет, добытый запрещенным способом. Это противоправное поведение было совершено в юрисдикции запросившей его страны и послужило причиной тому, что 21 ноября 2012 года судья Марта Зайдлевич в областном суде Познани выдала ордер на его арест. Копия решения об аресте, переведенной на английский язык, прилагается. Ну и как пояснила судья Фокс прокурор Райли, решение об аресте Хачинского было принято на основании следующих фактов, которые были установлены властями Республики Польша. А. В начале 2010 года Хачинский приобрел картину «Девочка с голубем», написанную французским художником Антуаном Пенном в 1754 году. Вот вы видите и самого Хачинского, и рядом эту картину. «Девочка с голубем» внесена в каталог приобретений Национального музея Познани под инвентарным номером 60-1931 и номером 233 и так далее. В 1943 году «Девочку с голубем» захватили немцы Третьего рейха, и Красная армия обнаружила ее в 1945 году. Затем картина попала в хранилище бывшего Союза Советских Социалистических Республик, СССР. Польское министерство культуры и национального достояния зарегистрировало «Девочку с голубем» под инвентарным номером 5983 в базе данных произведений культуры, пропавших во время Второй мировой войны, а Интерпол внес ее в список похищенных произведений искусства под номером таким-то. В. В начале 2010 года Хачинский связался с посольством Польши в Москве, Россия, и заявил, что он владелец «Девочки с голубем» и предлагает Польше купить ее. Хачинский сообщил польским властям, что картина принадлежала семье его матери, и во время Второй мировой войны была перевезена его отцом в место, которое сейчас называется Ташкент в Узбекистане. Г. Как утверждал Хачинский, подлинность картины «Девочка с голубем» была подтверждена в Москве 22 июля 2010 года сотрудником Национального музея Познани Мацеем Петром Михайловским, и 28 февраля 2011 года Польша направила Хачинскому официальный запрос о возвращении картины, который он проигнорировал. Д. 18 мая 2010 года Хачинский послал в польское посольство в Москве по электронной почте свою фотографию с картиной «Девочка с голубем». Копия этой фотографии прилагается, и повторяю, вы ее сейчас видите. Е. В Москве Хачинскому принадлежит антикварный салон «Богема». Поправка, что это не так, салон принадлежит его жене Татьяне. В июне 2012 года российские власти по просьбе правительства Польши провели обыск в «Богеме», но девочку с голубем не обнаружили. По ходу обыска свидетель Елизавета Тарнова, милитариева, подтвердила, что девочка с голубем недолго выставлялась в салоне и была показана эксперту из Польши, а затем представители Хачинского увезли ее. Ж. Где находится сейчас девочка с голубем, неизвестно. Но могу сразу сказать, что арест Хачинского вызвал неоднозначную реакцию среди арт-дилеров в Москве, и один из очень авторитетных российских арт-дилеров отозвался на это, его зовут Андрей Рушников, и это достаточно близкий мой приятель по Москве. Он заявил по поводу ареста и дела Хачинского следующее. Сейчас я найду, что он сказал. Секунду. Андрей Рушников в свое время очень долго проживал здесь, потом он связался с Вексельбергом, и они вместе собирали яйца Фаберже и так далее, и тому подобное, но что-то я не вижу заявления Хачинского, хотя я его и получил. Хорошо, но мы... Вот, 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 да. Хачинский заявил, да, что польская сторона основывает свои обвинения на крайне ненадежных доводах. Полноценного исследования, принадлежащего Хачинскому полотна, никто не проводил, а действия польских властей в данной ситуации идут вразрез со всеми принципами международного права, скорее напоминая методы Гестапо и НКВД. И Рушников также заявил, что требования Польши по самой своей сути абсурдны, так как Хачинский частное лицо, и по закону Российской Федерации он не вправе передавать запрашиваемую картину за границу в обход Российского Министерства Культуры, а вопрос о реституции может быть решен только на государственном уровне. «Российскими же властями решение о передаче этой картины принято не было, этот вопрос никогда даже не поднимался», заявил Андрей Рушников. Итак, друзья мои, вот такие вещи, и теперь я предоставляю слово Александру Яковлевичу Хачинскому. Александр Яковлевич, доброе утро. Доброе утро всем. Итак, вот вы выслушали мое довольно пространное предисловие, которое основано, я как бы не оправдываю, а понимаю российскую, то есть американскую федеральную прокуратуру и американского судью Кевина Фокса, который прочитал вот эти обвинения, и в общем принял решение о том, что ему следует выдать ордер на ваш арест. Ну а сначала несколько, так сказать, шкурных деталей. Вы заявили и написали, что 26 февраля, это был разгар морозов, которые по американским понятиям считаются трескучими, вас вытащили из вашей квартиры в Южном Манхэттене в одних тапочках и в рубашке. Что, вам одеться не дали, что ли? Ну, на мне было тапочки все-таки, не босиком, как это могло быть, поэтому я не могу это отрицать. Но в одной рубашке и в домашних тапочках, и там в каких-то штанишках стоять было довольно свежо, тем более в наручниках, около машины, и это, как говорится, заставило мой мозг работать быстрее. Ну, Александр, вот я же Андрюше Ружникову прочел комментарий, который сравнивает поступок, значит, в данном случае он считает, польских властей, а не американских и не российских, с методами гестапо и НКВД. Но сколько я не смотрю последних фильмов про 1937 год, там всегда говорили «одевайтесь». А вам не сказали «одевайтесь»? Нет, мне никто не предложил это, у них была другая задача сказать. Понятно. Ну, хорошо, об этом мы сегодня говорить не будем. Так все-таки вот эта самая девочка с голубем, которую вы называете достоянием вашей семьи, и которая стала предметом вот этого самого оживленного не то чтобы торга, а диалога между вами и польскими властями, и все привело к тому, что польские власти отчаялись заполучить ее добром и решили просто отдать вас под суд. Вы политизируете эту историю, хотя я пока рассматриваю ее как чисто гражданскую тяжбу между двумя сторонами, истцом и ответчиком. Но должен вам сказать, друзья мои, что из Манхэттенской федеральной тюрьмы Александр Яковлевич направил довольно пространное заявление, написанное им, кстати, на хорошем английском языке, что делает ему честь. Вот, и в этом заявлении Хачинский не скрывает того, что он считает поступок Польши явно политическим. Цитирую его слова. «Я понимаю, что это дело не уголовное, а полностью политическое, так как сейчас Польша считается аванпостом НАТО у границ России. Я понимаю, что это могло быть причиной требования моей экстрадиции в Польше. Я не боюсь этого точно так же, как 6 миллионов евреев не боялись того, что сейчас называют Холокост. Мое дело действительно уникальное, не имеющее аналогов, и, возможно, последний юридический случай, который покажет реальность гражданам Соединенных Штатов, пострадавшим от нацистов во Вторую мировую войну. Шуд надо мной, который должен идти в Соединенных Штатах, может стать очень важным прецедентом для дальнейших исков к Польше по поводу прав на реституции». К тому же, добавляет Хачинский в своем заявлении, политическая позиция правительства Польши очевидно совпадает с хорошо известным польским антисемитизмом. Помимо роли поляков-коллаборантов в годы Второй мировой войны, мы помним о многих еврейских погромах уже после войны. Последние евреи, которых не добили нацисты, были убиты погромщиками или эмигрировали из Польши, и теперь там евреев нет. Ну, в общем, довольно смелое заявление. Только все-таки, Александр Яковлевич, вот какова предыстория возни вокруг девочки с голубем, и почему вы все-таки считаетесь это дело политическим, а не гражданским? Ну, это, возможно, лучший вопрос сегодняшней передачи, потому что то, что это дело политическое прозвучало в суде, в судебном заседании, и слова судьи были, я практически цитирую, хотя у меня точный транскрипт судебного заседания лежит передо мной, что он шокирован. Я переверну, Александр, вы имеете в виду заседание в связи с возможностью вашего освобождения под залог? Это было два заседания в суде Южного дистрикта города Нью-Йорка, судья Раков, известный тем, что... он вообще известный в Америке, так что это очень... как бы о нем можно много рассказывать. Да-да, вообще мы его Рейков зовем, но ничего. Рейков это правильно по-вашему американскому. Да. Но для русского слушателя он будет Раков. Два Ряк на конце. Значит, ну, согласен, Рейков. Значит, и он прямо заявил, что он шокирован этим делом. Он шокирован тем, как оно было подготовлено, я имею в виду запрос об экстрадиции, и как... что в нем содержится. Что это настолько уникальное и беспрецедентное дело, это действительно ни одного прецедента в мировой практике не существует. Я скажу чуть позже, почему. Что это дело, он будет вести от начала и до конца. Ну, давайте я начну немножко сначала, чтобы было понятно... Я тоже так думаю, да. Да, почему я, как сказать, внедрился в эту историю, хотя, если бы я сам по своей личной воле, по своему личному собственному желанию этого не сделал, то никто бы никогда бы об этой картине не узнал бы, ничего бы этого бы не было, и я бы не попал в американскую тюрьму, и... И не сидел бы сейчас с браслетом на ноге. Да, и не разговаривал бы сегодня со слушателями и зрителями вашей передачи. Надо сказать, что все, что... Подчеркиваю, все, вся информация, кроме самой-самой первой строчки, что картина находилась в польском музее города Познань, все остальное или получено от меня, поляками, или просто ими придумано. Придумано это... Вы понимаете, что означает в юридическом смысле то есть фальсифицировано. Начнем сначала. Значит, в Польше до 30... Поляки утверждают, что хранящаяся в музее города Познань, в польском городе Познань, картина художника Антуана Пена, француз... Под номером 60-19-33, или там 31... Замечательно сказано. Под номером никаких номеров на картине нет. Это отдельная тема. Там должно быть много номеров. Потом немцы, которые, так сказать, снова, подчеркиваю это слово, сделали этот город Познань немецким. Поскольку он был немецким по Версальскому договору, и потом стал польским из 1939 года по договору с Советским Союзом о ненападении, значит, он опять стал немецким. И там и жители были немецкие все время. Ну, не все, а не 100%. Ну, процентов 60 было немецким. Ладно. Была картина. Дальше поляки пишут в своем требовании об экстрадиции, что эту картину в период с 1939 года по 1943 год она пропала. Надо сказать, что в 1939 году, как я уже сказал, этот город стал немецким городом Познань. Далее, то есть, картина пропала, в принципе, из немецкого города, из немецкого музея. Во всяком случае, это юридический факт. Это не значит, что я хочу это особо подчеркнуть, что я поддерживаю там факт Риббентропа-Молотова или что-то еще такое. Отнюдь нет. Отнюдь нет. Это просто просто отвлеченный от политики юридический факт. Если можно, вообще отвлечь. Хорошо. Значит, немцы, поляки, я уже перепутал их между собой по похожим действиям. утверждает, что картина немцами была вывезена сначала в глубь Германии, потом Красная Армия, которая освободила Польшу от нацистов, как среди других ценностей забрала эту картину Советский Союз, где следы потерялись. Что важно, что никаких документов о том, что Красная Армия забрала эту картину, какой-то список или какая-то выписка из архивов российских, советских, польской стороной не приложено. То есть, может быть, картины там и не было. Вообще, может быть, картины, на самом деле, и немцы было не вывезено, просто была в списке, там, не знаю, польские патриоты спрятали ее, чтобы немцы не получили ее. Хотя, стоимость картины сегодня составляет ну, 10 тысяч долларов, 15, может быть, не больше. Вот за эту картину, как бы сказать, исцепилась страна и я с другой стороны. А, кстати, Александр, стоимость этой картины как-то была определена? Ведь эта картина находилась у вас, она проходила по каталогам вашей выставки, она выставлялась, она широко известна. во сколько она оценена искусствоведами? Ну, я вам скажу просто факты. В 2007 году эта картина выставлялась на аукционе аукционного дома «Совком». По тому курсу, подчеркиваю, потому что сегодня это вообще было бы 20 копеек, но по тому курсу это было 200-300 тысяч рублей, что в переводе по тому курсу было ориентировочно 7-10 тысяч долларов. И была не продана. И была не продана. То есть, желающих заплатить эти деньги, напомню, что 2007 год это самый пик экономики во всех странах и зарабатывание денег, да, я тебе так скажу, всеми, кто только этим занимался. То есть, таких доходов не было никогда, этот пузырь надувался до следующего, 2008 года, как мы помним, когда наступила рецессия. То есть, денег было масса, покупали все, что только, как говорят, не приколочено, и эта картина была не продана. будем считать, что вот это как бы и есть ее реальная оценка или ниже. То есть, грубо говоря, что эта картина ничего не стоит, а мягче говоря, что она не представляет такой художественной ценности, чтобы из-за нее ломать такие копья. На этот счет судья Реков прокомментировал так, что прокуратура как бы считает, что картина обладает большой национальной ценностью, что вызывает и даже оценила в 200 тысяч злотах, что составляет приблизительно 50 тысяч долларов. И Реков я продолжаю цитировать. Говорит, очень странно, что национальная ценность для художника-француза, который жил и работал в Пруссии, и странно в первую очередь то, что мы все знаем о заклятой дружбе между Пруссией и Польшей. Понятно. То есть никакой какой-то национальной ценности этой картины речи нет. Ну и материальной тоже, я уже сказал. Не самое главное. Самое главное то, что я эту картину видел с детства дома и потом с 2001 года она постоянно открыто мною владелась и выставлялась в хорном салоне Богема в Москве. Была, вот как я сказал, и на аукционе публично, есть каталоги аукционы совком, и в интернете это есть. И выставлялась у знаменитого московского коллекционера и арт-дилера Ивана Кардашиди на его выставке посвященной женским портретам и публиковалась в каталогах которые издавала аукционный дом извините галерея Богема проводила благотворительные аукционы для еврейского конгресса и так далее и тому подобное. Вот я зачитаю нашей аудитории то, что написал Александр Яковлевич из Манхэттенской федеральной тюрьмы по этому поводу. Моя мать Мария родилась в польском городе Перемышль 26 февраля 1922 года в тот самый день когда в 2015 году меня арестовали в моей нью-йоркской квартире. Картина была в нашей семье много лет и досталась мне после смерти матери в 1991 году. Не знаю как именно мои родители получили ее. Очень может быть что мой отец участник Второй мировой войны привез эту картину из Германии в СССР после того как был ранен и потерял руку. Возможно он выменял ее на солдатский паек. Однако возможно и то что он приобрел эту картину уже после войны в СССР. История появления этой картины у моих родителей неизвестна и нет никаких документов подтверждающих какие-либо сделки с ней. Надо сказать что не так давно сразу по-моему после своего освобождения из тюрьмы Хачинский дал интервью Радио Свобода моему коллеге Карлу Шреку и там он сказал тоже что он не знает точно как получил картину Антуана Пена потому что война закончилась в 45-м а он родился в 51-м и Хачинскому как он сказал никогда не приходило в голову спрашивать у родителей откуда этот стул откуда этот стол откуда эта картина откуда этот ковер но друзья мои сейчас мы прервемся на пару минут необходимой рекламной паузы а потом я попрошу Александра Яковлевича Хачинского продолжить историю о том что же случилось вокруг картины девочка с голубем и почему этой картине которая в общем-то не такая уж дорогая а как выяснилось не совсем а совсем недорогая придали такое значение которое подтолкнуло польскую сторону потребовать экстрадиции Хачинского для суда из Нью-Йорка где он проживает по грин-карте уже много лет в Польшу и что за этим следует оставайтесь с нами итак друзья мои мы продолжаем программу контакт в которой сегодня участвую я Александр Грант лично и наш сегодняшний собеседник российский арт-дилер Александр Яковлевич Хачинский так сказать заочно а точнее он с нами на телефонной связи из своей манхэттенской квартиры где откуда выбраться вернее он в настоящее время не может поскольку после освобождения из манхэттенской федеральной тюрьмы где он провел 10 дней он переведен под домашний арест с электронным браслетом сторожем на ноге Хачинского американские власти ни в чем не обвиняют а выполняют ордер польского суда который требует его экстрадиции туда для вернее по обвинению в том что он не возвращает Польше принадлежащую ей художественную ценность ну а суть этого дела вы уже узнали и от меня и от самого Александра Яковлевича а я возвращаюсь к обвинению которое представила 25 февраля помощник манхэттенского прокурора Кэтрин Райли судье магистрату Кевину Фоксу получая ордер на арест Хачинского среди прочего в пункте Г там говорится что 28 февраля 2011 года Польша направила Хачинскому официальный запрос о возвращении картины речь идет о картине Антуана Пэна девочка с голубем и он этот запрос проигнорировал вот передо мной это письмо 28 февраля 2011 года где написано первое что она отправлена не таким уж высоким польским официальным органом а департаментом культурного наследия Министерства культуры Польши Яцеком Миллером директором этого отдела уважаемый Александр Яковлевич говорится тут ссылаясь на предыдущую переписку по вопросу имеющиеся у вас картины Антуана Пэна девочка с голубем хочу подчеркнуть что согласно позиции польской стороны она является собственностью музейного учреждения в городе Познане из которого она была похищена во время Второй мировой войны из полученной электронной почты информации следует что это полотно было вывезено в Россию вашим отцом который участвовал во Второй мировой войне ввиду вышеуказанного хочу подчеркнуть что согласно постановлению Конституционного суда России от такого-то такого-то 99-го года относительно закона Российской Федерации о реституции культурных ценностей от 15 апреля 98-го года закон распространяется только на те культурные ценности которые были перемещены в СССР с территории Германии Болгарии Венгрии Италии Румынии и Финляндии по приказу командования Красной Армии Советской военной администрации в Германии и других уполномоченных органов СССР и только в то время когда эти органы располагали надлежащими полномочиями по осуществлению компенсанторной реституции Александр Яковлевич вот этот ответ практически слова Польша в нем нет это было так сказать признание того что требование этой картины не очень законно или как я вы как сказать Александр вы опередили меня в том что извините и вы сказали совершенно обратили внимание совершенно точно прямо в десятку Яцек Миллер самым прямым образом указал что эта картина не подлежит возврату Польши потому что во всяком случае в том юридическом состоянии в котором она находится то есть вопрос суда там и так далее то есть истории доказывания сторон как она попала в Германию откуда Красная Армия вывезла эту картину о чем мы говорили до рекламы именно так и получилось это пишет пишут сами поляки во всех документах картина была из немецкого города Позен из музея Фридриха Великого как он назывался была вывезена нацистами вглубь Германии откуда Красная Армия перевезла это цитата перевезла в Советский Союз советские солдаты взяв германский город и увидев что там находятся ценности которые могут хоть чуть-чуть компенсировать те потери которые Советский Союз народ Советского Союза потерпел в такой кровавой войне и это решение под которым стоят подписи президента США Сталина и Черчилля о том что страны альянса имеют право на трофеи она была трофеем это трофей Красной Армии вот какой юридический статус этой картины конечно же Польша может доказывать но доказывать не мне это межгосударственные отношения как правильно отметил Андрей Ружников в своем заявлении в своем интервью это вопрос межгосударственных отношений поляки категорически отказались обращаться к министерству культуры России с просьбой разрешить реституцию там не такой простой вопрос это должно быть мое согласие как частного владельца потому что для государственных учреждений таких как Пушкинский музей например это вообще практически невозможно сделать потому что речь идет о том по российскому закону что частное лицо может вернуть свое имущество другой стороне если это подпадает под определенные вот законы в данном случае я могу вернуть эту картину она находится в моем владении и сейчас в России где и была всегда вывезти ее оттуда без официального разрешения министерства культуры невозможно я не могу просто взять как они говорят и отдать полякам там привезти польское посольство оставить у стены но вывезти они это не смогут разве только котработать тогда они не смогут показывать это в музее так что в ответе вот на то письмо которое вы процитировали господину Миллеру я написал что это вот все что я сейчас сказал вопросы реституции вопросы вывоза этой картины из России решаются в гражданском суде России на тот момент сейчас я гораздо больше предпочитаю разбирать все эти вопросы в американском суде я как бы рассчитываю на американский закон и судя по тому как идет сейчас предварительное слушание изучающего выдавать меня полякам или не выдавать суд не слишком настроен вот этот ответ господина Хачинского Яцзеку Миллеру директору департамента культурного наследия министерства культуры и национального наследия Польши уважаемый господин Миллер обращаю ваше внимание что возможную корреспонденцию можно присылать по такому адресу моя позиция состоит в том что я обоснованно считаю себя единственным законным собственником данной картины мои права собственности на картины основываются на следующих положениях законов Российской Федерации эта картина находится в моей семье более 66 лет и в силу закона о сроке приобретательской давности является собственностью моей семьи далее идет ссылка на статью 234 гражданского кодекса Российской Федерации лицо гражданин или юридическое лицо не являющееся собственником имущества но добросовестно открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет приобретает право собственности на это имущество далее следует ссылка на статью 43 физическое или юридическое лицо не являющееся собственником культурной ценности но добросовестно и открыто владеющие ею как собственные не менее 20 лет приобретают право собственности на эту культурную ценность это законы Российской Федерации далее друзья мои я всякий раз читаю юридические документы наших американских судов поражаюсь витиеватости но таков уж очевидно юридический словарь и по-русски и по-английски и в очередной раз я поразился витиеватости с которой господин Хачинский уже овладел английским языком я цитирую из его переведенной мною на русский язык заявление уже сделанное из тюрьмы по-моему поскольку я открыто владел этой картиной а российский закон основан на международных законах и соглашениях и с учетом что я законный и благонамеренный владелец я все время действовал строго по российскому закону ибо другие законы на территории России не действуют я по-прежнему гражданин России с другой стороны поскольку я легальный житель Соединенных Штатов и больше года назад подал заявление на гражданство я согласен передать это делу закону Соединенных Штатов но не Польши где планирует незаконный суд а суровое наказание меня как еврея который пытается себя и других обманутых польским правительством которое незаконно отказывает всем нам в компенсации за потери имущества в Польше и вот тут возникает еще одна деталь этого замечательного или как его называет сам Хачинский уникального дела которое возможно как-то объясняет столь агрессивную реакцию польских властей насколько я понял из всего прочего господин Хачинский известил польское правительство о том что в итоге он согласен передать эту картину Польше если она ей так дорога но в ответ он заметил что его мать в свое время проживала в городе который был польским потом перешел перемышл кажется и там у нее была недвижимость которая так и осталась и была не то захвачена не то национализирована польским правительством и господин Хачинский предложил так сказать натуральный обмен что я вам картину а вы мне недвижимость моей мамы и мы расходимся красиво это так или нет Александр Яковлевич это абсолютно так вот когда я увидел что в моих руках эта картина является возможно единственным единственным подчеркиваю за всю историю шансом ну как сказать растопить лед или даже какой-то прорыв какой-то сделать знаете как песня Дорс там Брэкеншу то есть пробить пробить эту вот эту стену которую поляки выстроили против евреев которые у которых родные погибли в Польше и осталось там имущество поляки не допускать ни до архивов чтобы получить нужные справки а если нужные справки есть они показывают решение польского правительства о том что компенсации евреям подчеркиваю не будет полякам да евреям нет об этом сказал хорошо представляющий меня в суде защитник который приобщил к материалам дела меморандум государственного департамента США в котором за 13-й год 14-го просто еще нету но будет то же самое будет еще хуже про меня напишут за поляков хуже значит потому что на первой странице этого меморандума прямо написано что Польша нарушает права человека в отношении евреев поскольку антисемитизм в случае антисемитских выступлений сильно вырос а также политики отказа от реституции имущества или компенсации жертвам нацизма я перед поляками поставил такой вопрос который для них может стать ну если не финансовой катастрофой ну достаточно сказать польский премьер-министр сказал что если мы даже будем выплачивать евреям которые будут требовать компенсацию только 10-15 процентов от суммы это нам обойдется в 25-30 миллиардов долларов ну выплачивайте что-нибудь но ничего не выплачивают вот знаете я на старости лет решит стать коперником или галилеем я не знаю то есть Александр Яковлевич перефразируя известную фразу из крестного отца вы сделали польской стороне предложение на которое оно не могло согласиться потому что если бы это дело было решено в вашу пользу и сочтено прецедентом последовали бы массы претензий к польской стороне со стороны польских евреев которые в конце концов лишились своей недвижимости на территории этой страны конечно в этом в этом вся давайте я так скажу как дети наши говорят в этом вся фишка что что если бы суд состоялся в России например это можно было бы знать или по политическим по любым другим и вполне объективным поводом считать что не слишком можно доверять знаем что такое басманное право и так далее и так далее но что касается Соединенных Штатов Америки решение этого суда будут не только внимательно относиться во всем мире и в том числе в Польше которая кормится казать тоже из этого котла американского но и во всем мире как я уже сказал это прецедент который уникальный такого не повторится это единственный шанс для тех кто вот обездоленный или может быть вопрос нематериальный даже как для меня этот вопрос нематериальный так сказать я бы по другому этот вопрос мог решить в частности Польша же обсуждала сначала вопрос о том что они будут выкупать у меня эту картину просто выкупать в таком случае перед американским судьей Рейкоффом которого я достаточно хорошо знаю он провел немало дел по обвинению наших соотечественников в Манхэттенском федеральном суде перед ним стоит довольно интересная задача то есть как я уже сказал речь идет не о том нарушал ли хачинские американские законы речь идет о том что между Польшей и Соединенными Штатами существует договор об экстрадиции согласно которому американская сторона обязана выдать лицо которое польская сторона требует для суда или для отбывания наказаний или для проведения каких-то там оперативно-следственных мероприятий которые она обвиняет в совершении преступлений по польским законам но лишь в том случае когда эти законы аналогичным образом представлены в американском кодексе и когда у американского суда нет оснований сомневаться в доказанности в обоснованности и в здравом смысле предъявленных в данном случае Хачинскому польской стороной обвинений как уже сказал сам Александр Яковлевич суть сводится к тому что речь идет о картине которая особой ценности не представляет а агрессивность польской стороны и желание во что бы то ни стало признать Хачинского виновным заключается в том что он потребовал возвращения принадлежащей его семье погибших в Голокосте польских евреев имущества национализированного захваченного или оставшегося на территории Польши после второй мировой войны его адвокат на слушаниях в суде когда речь шла об освобождении его под залог представил суде Рейкову несколько свидетельств я читал эти заявления адвоката от которого как заметил уже Александр Яковлевич Рейков был шокирован и сказал что в принципе если он ознакомится подробнее с этими данными то его мнение может измениться как по-вашему дальнейшие слушания которые следующие по-моему назначены чуть ли не на май месяц они могут изменить позицию американского суда который просто откажется ваш экстрадировать сочтя требования Польши не основательными у вас есть на это какие-то реальные надежды ну я еще хочу добавить про надежды через три слова я хочу добавить что основным документом на который опирается американский прокурор представляющий польскую сторону как понятно не правительство Соединенных Штатов выполняющие поручения польского правительства по их традиции они ссылаются это их как бы сказать единственное якобы подчеркиваю якобы козырная карта что я знал что картина находится на сайте Интерпола как утеряна в годы войны Польши и после этого я не предпринял тех мер которые я не вернула это Польша проще говоря но они вот передо мной лежит это дело и здесь есть номер 2010 ну 2010 дробь 506 30 тире 1 и когда смотришь на этот номер возникает как у Жванецкого вопрос ребята ну вы себе подписали приговор уголовный это подлог эта информация в Интерполе зарегистрирована в 2010 году это тогда когда я вам написал в польское посольство письмо что картина у меня в 2010 году 18 мая и в Интерполе появился розыск на эту картину сразу после этого документы Интерполе у меня есть вот как будет суд на это реагировать американский суд я считаю вот Александр может поправьте меня если я не прав что это подлог они использовали документ который противоречит как бы сказать вообще всей этой истории для того чтобы это послужило основанием моего уголовного преследования в Польше и на этом основании они требуют экстрадиции в Польше что касается поправлять я вас не буду поскольку для этого у меня нет ни юридических прав ни журналистского опыта я недостаточно четко знаком с материалами и уставами и законами но в том что вы говорите есть здравый смысл но и в заключении нашей беседы я опять сведу ее на бытовой уровень как я уже сказал семья Хачинского живет в Соединенных Штатах Америки частично они уже граждане Соединенных Штатов сам он подал заявление на гражданство и так далее и тому подобное и вот после этой безмятежной жизни этой дружной хорошей семьи 26 февраля ее главу вывели в рубашечке и тапочках и в наручниках на мороз увезли в Манхэттенскую федеральную тюрьму вот как вам показалась эта тюрьма ну вы хотите чтобы я прорекламировал ее с удовольствием у нас много желающих много желающих ну что я могу сказать что любая тюрьма это тюрьма находясь в квартире которая совсем не является отнюдь не является тюрьмой и мои окна в моей квартире выходят прямиком на стату свободы в этом заливе то есть из всех окон я ее вижу для меня это знак очень важный может быть из-за этого это было той причиной по которой я приехал в Соединенные Штаты и я имею шанс как говорят у нас на своей шкуре испытать так ли это есть основания для этого у меня больше чем большие какие какие мне не дано как бы измерить это в процентах или что-то и я надеюсь что как-нибудь мы это это в любом случае не будет концом истории я пойду до конца потому что те кто меня знают Александр вы относитесь к числу как раз таких людей знают что если я прав то я иду до конца и ничего не останется как говорится я Польшу не как страну а как правительство и как тех людей которые управляют с этими с этими настроениями без жидов вот я их в покое не оставлю но ваше ваше уклонение от моей просьбы рассказать вам о том как вам сиделось эти 9 дней я оставляю на вашем желании поскольку хозяин этой передачи вы а значит вы и барин но в своем заявлении вы написали что обращаете внимание на то что случилось с вами и средства массовой информации и законодателей Соединенных Штатов Америки а также довольно влиятельные еврейские организации вы намерены нажимать на эти педали вы знаете я реалист я реалист и я рассчитываю больше всего на себя и на свою семью хотя должен сказать сразу что мне обещано от кого я не буду естественно называть ни имен ни организации но уже уже есть как бы люди которые готовы мне помочь в любом виде этой помощи больше всего я надеюсь конечно на то что это дело получит огласку среди тех кого оно затрагивает в первую очередь то есть тех кто пострадал от незаконных действий польского правительства ну а Александр Якович вам наверное хорошо известно что в Соединенных Штатах нет телефонного права и если завтра президент Обама позвонит суде Рейков и скажет давай-ка освободи Хачинского потому что это нужно нашей политике судья Рейков повесит трубку в лучшем случае а худшем пошлет Обаму куда подальше судебный ветвь независима от законодательной власти и даже от исполнительной но если законодатели достаточно влиятельные пришлют вашему адвокату или тому же суде Рейков свои мнения основанные на том что реально творится в Польше в связи с предъявленными вами претензиями об антисемитизме о случаях отказа возврата евреям пострадавшим в Холокосте законно принадлежащего им имущества то в данном случае судья уже может принять какие-то решения вот на это очевидно и нужно рассчитывать ну я надеюсь что может быть кто-то из слушателей вашей телевизионной программы как раз даст такие идеи тем организациям еврейским которые близки к именно вот этой тематике которые подадут свой голос что касается президента Обамы может быть он тоже оденет плакат какой-нибудь и походит по даунтауну спасибо но поскольку наша передача подошла к концу я благодарю Александра Яковлевича Хачинского за то время которое он уделил нас хотя и оправдывает тем что свободного времени у него сейчас более чем достаточно с браслетом на ноге я желаю ему скорейшего облегчения его участи я желаю решения суда федерального суда Манхэттена в его пользу то есть в том что он у польской страны нет оснований требовать его экстрадиции а как в дальнейшем развернется судьба противостояния Хачинского и правительства Польши мы уже будем знать в ближайшем будущем еще раз благодарю вас Александр Яковлевич ну а с вами друзья мои я прощаюсь до следующей встречи в эфире всего хорошего до свидания